Как развивается распиаривание наступления? Является ли оно таковым или это просчет? Оно является таковым. Я Киев официально вчера, по-моему, Михаил Паделяк сказал, что это не контрнаступление. Хотя тремя днями раньше они говорили, что это контрнаступление, но так как оно пошло не по плану, не зашло в тупик, они теперь говорят, что нет, это не контрнаступление. Как первую часть они не замечали вообще, вторую они думали, что у них все пойдет хорошо, но не пошло. Но, тем не менее, с учетом привлеченных сил бригад стратегического резерва, все это говорит о том, что это действительно была попытка контрнаступления. Они хотели первым мощным ударом нас сбить с позиции, но им это не удалось. А задача какая у них сейчас стоит? Первый удар не удался. Мы так понимаем, что резервы накуплены довольно крупные и они будут реализовываться? Сейчас самая большая проблема. Они, очевидно, понимают, что тот план, который у них был, он не срабатывает. Им нужно быстро выработать новый план. Под этот новый план они перегруппируют свою группировку и, естественно, попытаются ударить еще раз. Еще раз, а какое направление? Ну, это все будет южное направление. Оно может быть там влево, вправо. Они могут демонстрировать через Днепр, то есть какую-то группировку высадить. Но это будет все-таки демонстрация. Я думаю, все равно основной удар должен быть от, грубо говоря, Днепра до Великой Новоселки. Где конкретно? Это могут быть варианты. Может быть Гуляй-Поля, может быть Орехов еще раз попытаться. Это, как говорится, уже будет от их команды не зависеть, потому что они, очевидно, будут пытаться выйти из того тупика, который у них есть. У них время не играет против них, соответственно, они обязаны это делать, тем более до 11-12 июля они должны предъявить результаты, потому что их спонсоры, а люди не прагматичные, оценивают все по результативности. Стоит ли вкладывать деньги в этот проект, либо нет. Либо он покажет свою неэффективность. А что результатом может быть? Победа. Какая? Перевязание переборок? Это идеальный результат. Это программа максимум. Программа минимум – захватить какой-то маломальски значимый город и объявить это победой. То есть в диапазоне от вот этого до второго варианта их устроит любой уже на сегодняшний момент, потому что изначально они рассчитывали только на максимальный вариант, но понимая, что наша оборона сильна, прощипав ее, увидев, что не так все хорошо у них, они даже будут согласны, например, взять там один-два города, более-менее районных центров, и за них они это преподнесут к победе, хотя, конечно, она таковой не будет. То есть стоимость этой победы может быть любой для них? Это может быть первая победа. Но я надеюсь, что наши солдаты не дадут даже вот этого им. Очень на это надеюсь. Все будет, надеюсь, как на Курской дуге. Потому что, насколько я понимаю, то есть насколько можно сегодня каким-то сообщением, они будут прям очень много именно мобилизовывать? Нет, сейчас именно идут элитные подразделения, которые готовились на протяжении многих месяцев, которые оснащены хорошей техникой, и они готовились конкретно под наступление. Именно сейчас именно так. И они с натовскими инструкторами готовились? Ну, в данном случае уже инструктора не нужны. Они уже прошли подготовку натовскими инструкторами. А в чем успех тогда? В том, что удалось отбить это какое-то поступление? Ну, в любом случае успех в современной войне он многогранен. Нет одного-то, например, какого-то фетиша, который вот это вот из-за него все получилось. То есть современная армия, она успешна, когда она действует как цельный единый механизм в разных своих звеньях. И вот командование 58-й армии удалось создать этот цельный механизм, который работает как единое целое и эффективно отражает атаки. Вот это является причиной, почему у противника ничего не получилось и почему у нас пока есть оптимизм по поводу будущего. А какие варианты? Если кто-то предполагает, то предположите...